экономика сопротивления если какая-либо экономика и могла приблизиться к тому чтобы справиться с отрезанностью от мира то это была бы экономика россии а также разберем три причины устойчивости ирана перед санкцией опыт ирана актуален сегодня как никогда для россии и что может сделать россия чтобы продавать свою нефть в обход санкций российская нефтянка может использовать контрабандистский опыт нефтянки ирана в ответ на спецоперацию запад начал экономическую войну против россии америка запретила продажу в россии широкого спектра товаров большие компании уходят сотнями а ряд стран вместо заморозили 60 процентов международных резервов центрального банка идея заключалась в том чтобы отправить российскую экономику свободное падение за неделю после начала спецоперации курс рубля по отношения к доллару упал на треть и цены на акции многих российских компаний рухнули хаус на российских рынках сейчас конце марта похоже утих после своего минимума в начале марта рубль подскочил и теперь приближается к своему прежнему уровню на конец марта доллар опустился к 83 основной ориентир российских акций упал на треть но с тех пор восстановил часть своих потерь правительство и большинство фирм производят платежи по облигациям в иностранной валюте набег на банки из которых было снято почти три триллиона рублей подошел концу и россияне вернули большую часть наличных денег на свои счета комплекс мер политики помог стабилизировать рынке но по крайней мере на время правительство постановило что экспортеры должны конвертировать 80 процентов своей валютной выручки в рубли торговли на московской бирже стали выражать эвфемизмом цб договорными пока короткие продажи запрещены а резиденты не могут продавать акции до 1 апреля однако реальная экономика в некотором роде является зеркальным отражением финансовым более здоровой чем кажется на первый взгляд еженедельное изменение потребительских цен показывает что только с начала марта они выросли более чем на пять процентов многие иностранные фирмы ушли сократив поставки товаров а слабые валюты и санкции сделали импорт более дорогим но не все дорожает водка производимой в основном внутри страны стоит немного дороже чем до войны бензин стоит примерно столько же и пока мало свидетельств серьезного удара по экономической активности согласно оценкам ввп россии за неделю до 26 марта было примерно на 5 процентов выше чем годом ранее подробнее диаграммах внизу трекер расходов созданный сбером немного вырос по сравнению с прошлым годом частично это связано с тем что люди накапливают товары перед ростом цен особенно высокие расходы на бытовую технику но расходы на услуги снизились лишь на немногие и остаются намного более здоровыми чем во время большей части пандемии кажется все не так плохо как предсказывал большинство экономистов прогнозирующие падение ввп на 10-15 процентов это зависит все таки от трех факторов во первых начнут ли простые россияне беспокоиться об экономике по мере затягивания войны и сократят ли расходы как это произошло в четырнадцатом году во-вторых остановится ли производство поскольку санкции блокируют доступ компании к импорту запада так российский авиационный сектор выглядит особенно уязвимым как и автомобильная промышленность однако многие крупные предприятия возникшие в советское время привыкли обходиться без импорта так что если какая-либо экономика и могла приблизиться к тому чтобы справиться с отрезанностью от мира то это было бы российская третий и самый важный фактор касается российского экспорта ископаемого топлива несмотря на огромное количество наложенных санкций россия по-прежнему продает иностранным покупателям нефти на сумму около 10 миллиардов долларов в месяц это эквивалентно четверть и и экспорта до начала спецоперации доходы от продажи природного газа и других нефтепродуктов также продолжают поступать это обеспечивает ценный источник иностранной валюты с помощью которой можно покупать некоторые потребительские товары и запчасти из нейтральных или дружественных стран что может сделать россия чтобы продать свою нефть в обход санкций сейчас из россии уходит меньше нефти так 24 марта объем экспорт российской нефти составлявшие 2 и 3 миллиона баррелей сутки был почти на 2 миллиона баррелей ниже уровня 1 марта поскольку эти баррели не продаются то цены на нефть марки бренд глобальный талон вырос в конце марта он торгуется около 110 долларов за баррель в марте мы видели нефтяные качели в начале марта цены взлетели почти до 40 потом резко упали ниже 100 потом резко выросли до опять 120 сейчас в общем 110 волатильность зашкаливает рай для спекулянтов странам готовым рискнуть осуждением и прыгнуть через новые логистические обручи российская нефть начинает казаться выгодной сделкой это в первую очередь может привести к длительному изменению модели торговли частичная эмбарго россии перекликается с блокадой ирана западом в десятых годах что привело к тому что исламская республика разработала непревзойденный план контрабанды нефти так в восемнадцатом году америка вела санкции максимального давления с целью полностью остановить экспорт нефти из ирана это почти удалось к октябрю 19 года они упали в среднем до 260 тысяч баррелей сутки с 2300 до введения санкций однако с тех пор они немного восстановили составе в среднем 850 тысяч баррелей сутки что за 2-3 месяца до февраля 22 года и ирану удается продавать нефть по двум каналам первый через авторизированные но ограниченные продажи когда она ввела свои санкции америка предоставила ограничение исключение восьми странам импортеров однако есть загвоздка продажи продажи должны оплачиваться в валюте покупателей и либо хранится на счетах условного депонирования в местных банках либо тратится на список товаров местного производства ирану очень это очень неприятно так он был вынужден принять чай из шри-ланки в качестве оплаты долга за нефть в размере 250 миллионов долларов чтобы обойти такие ограничения иран контрабандой переправляет огромное количество нефти это второй канал сбыта иранские танкеры плывут к противникам америки таким как венесуэла с отключенными транспондерами некоторые перекрашены чтобы скрыть свое происхождение другие перегружают свой груз в открытом море часто ночью на суда плавающий под другим флагом нефть также перевозится по суше бандами контрабандистов нефть обменивается с китаем турции с огненными арабскими эмиратами на золото пестициды даже жилищные проекты тегераль трейдеры в дубае где проживает пол миллиона иранцев смешивают нефть из исламской республики с другими аналогичными сортами которые они затем переименовывает в куэйтскую нефть но россии частью полностью заимствовать контрабандистский опыт ирана пока нет необходимости санкции наложенные на иран включает вторичные санкции которые грозят банкам третьих стран имеющих с ними дело огромными штрафами это делает открытую покупку ее нефти рискованной напротив россия пока сталкивается с более слабым эмбарго только америка запретила импорт нефти из россии да и закупала она не так много 25 марта германия заявила что сократить свои закупки вдвое но не ясно когда это начнется продажи под трубопроводом который менее заметны чем отгрузки составляет около 1 миллиона от общего объема экспорта в почти 8 миллионов баррелей сутки все еще идут вторичных санкций нет вместо этого морской экспорт сократился потому что западные покупатели такие как крупные энергетические компании опасаются негативной реакции общественности они также сталкиваются с финансовыми и логистическими проблемами поскольку осторожные банки сокращают кредиты судовладельцы за всех сил пытаются получить страховку а стоимость фрахта резко возрастает каждый раз когда санкции корректируются сотрудникам по комплаенсу приходится изучать сотни страниц двухсмысленно юридической лексики что делает многие российские сделки едва ли стоящим хлопот в результате нефть марки юрлс добываемой россии в настоящее время торгуются с дисконтом около 30 долларов за баррель две страны которые не присоединились к санкциям запада две большие страны чувствуют что время активизировать отношения с россией по нефти это индия и китай индия безусловно уже использует эту возможность осуждается что загрузка российских судов направляемый на этот субконтинент в марте выросла до 230 тысяч баррелей в сутки по сравнению с нулевым показателем за предыдущие три месяца но тем не менее индия вряд ли купит много по крайней мере в краткосрочной перспективе почти половина импорта индии приходится на ближний восток хотя некоторые из них можно было бы заменить российской нефтью доставка из персидского залива настолько дешевле что скидка на юрлс должна быть сначала увеличена оплата к тому же не может быть произведена в доллар что требуется от индии экспериментов с механизмами обмена рублями и рублями все это можно объяснить почему индийская нефтяная корпорация крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны заказала всего 3 миллиона баррелей вероятно индия будет покупать не более 10 миллионов баррелей в месяц это немного учитывая что международное аналитическое агентство важный прогнозист ожидают что запасы ненужные нефти в россии достигнут в апреле 3 миллионов баррелей в сутки поэтому только китай может пока спасти россию он импортирует в общей сложности около 10 с половиной миллионов баррелей в сутки 11 процентов мирового суточного производства и китай мог бы увеличить свои закупки до 12 миллионов баррелей 10 с половиной это могло бы позволить ему купить 60 миллионов в россии в относительно короткие сроки помогает то что в китае много пустых хранилищ но даже для китая стало сложнее транспортировать нефть из россии а в то время как доставка из россии европу обычно занимает 3-4 дня транспортировка в азию занимает 40 дней нефть приходится перезагружать более крупные танки что занимает больше времени обходится дороже китайские банки неохотно кредитуют также покупки должны быть сделаны в юанях однако главная причина заключается в том что китайские трейдеры выжидают даже с учетом дополнительных затрат покупка российской нефти все равно сэкономит много денег и китайские трейдеры узнают выгоду когда увидят ее так когда цена на нефть приблизилась к однозначным цифрам во время вызванного коронавирусом спада 2020 года они запаслись до отказа и если дисконт на юрос будет расти также будут расти и закупки китая еще интересный факт большинство нефтеперерабатывающих заводов настроен на потребление определенных типов нефти а это означает что переход от высокосернистой нефти сорта юрал скажем сверхлефт нефти саудовской аравии требует времени и денег это в свою очередь предполагает что продвижение россии в азию борьба европы за поставки могут изменить глобальный рынок нефть северного моря большая часть которой обычно идет на восток останется в европе континент вероятно также будет покупать больше западной африке и америке и увеличит импорт сортов с высоким содержанием серы и стран персидского залива остальному миру включая азию придется продолжать покупать российскую нефть и заключение расскажу как иран живет под санкциями более детальный разбор можно посмотреть на обзоре под видео разберем сейчас три причину устойчивости ирана перед санкцией опыт ирана актуален сегодня для россии как никогда иранский фондовый рынок процветает отражая его устойчивую экономику экономика ирана сильно пострадала санкций но не рухнула ведь когда одна дверь захлопывается другая открывается вот часто и со скрипом в марте глобальное давление на финансы россии резко выросли тем временем в иране хватка санкции снова ослабевает в восемнадцатом году америка вышла из многостороннего ядерного соглашения с ираном годовые переговоры по его возрождение подошли к завершающей стали сделка кажется близкой шансы на то что соглашение вернет иранскую нефть на мировой рынок увеличивать опыт ирана очень поучителен в последние десятилетия он пережил рецессии девальвации хроническую инфляцию под давление мировых санкций его экономика была подорвана но иран не рухнул во многом это связано с тем что иранские производители оказались устойчивыми процветающий рынок тегерана свидетельствует о стойкости экономики там перечислены многие фирмы которые выжили и процветают американские санкции были фактом жизни в иране на протяжении десятилетий они начались еще в 79 когда президент джимми картер ввел запрет на импорт нефти из ирана и заморозил иранские активы в америке после захвата американского посольства в тегеране но санкции в отношении ирана действительно начали действовать когда к ним присоединились другие страны чтобы заставить иран свернуть свою ядерную программу в период с 10 по 12 год была введена волна международных санкций которые неуклонно ужесточались целью стали экспорт иранской нефти и банковская сфера иранские активы его центрального банка были заморожены а коммерческим банком по всему миру америка запретила финансировать любой бизнес с ираном в доллар с тех пор действует санкционный режим разной степени жесткость ущерб для ирана был обширным экспорт нефти ирана упал с двух с половиной миллиона баррелей в день в одиннадцатом до 1 и 1 миллиона баррелей в 14 лишним чем два с половиной раза его экономика пережила глубокий спад в двенадцатом и восемнадцатых годах эмбарго на экспорт иранской нефти оставила большую брешь в государственных финансах не имеет доступ своим резервам или надежных долларов поступления от экспорта нефти власти они смогли поддерживать обменный курс результатом стала хронически высокая инфляция последнем отчете всемирного банка по ирану говорится о потерянном десятилетии незначительного роста ввп хотя могло быть и намного хуже и есть три объяснения стойкости ирана во первых несмотря на то что санкции были обширные и тщательно контролировались они подвержены утечке иран смог экспортировать несколько сотен тысяч баррелей нефти в день большая часть его попадает в китае помеченные как нефти из малайзии амана и объединенных арабских эмиратов нарушать санкции рискованно но некоторые частные нефтеперерабатывающие заводы готовы пойти на риск в обмен на значительную скидку в цене и доллары не единственная валюта есть юани также есть привязаны к доллару дирхам эмиратов второй источник устойчивости диверсификация экспорта в иране есть несколько отрастей обрабатывающей промышленности некоторые из более крупных предприятий такие как горнодобывающие промышленности обработка металлов извлекает выгоду из доступа к дешевой и надежной энергии кроме того иран имеет сухопутные границы с несколькими густонаселенными странами включая пакистан и турцию часть наземной торговли ирана не имеет документов и поэтому ее трудно контролировать и третий фактор импортозамещение более слабый реал сделал импортные товары недоступны для многих ранцев про опор импортозамещение в россии есть обзор тоже смотрите под видео но это было благом для производителей обслуживающий 83 миллионный внутренний рынок в магазинах тегеране вы найдете иранскую одежду игрушку товары для дома иранцы шутят что если бы существовал глобальный индекс самодостаточности иран занял бы высокое место фондовый рынок ирана отражает эту устойчивую экономику некоторые из крупных фирм находится санкционном списке но сотни белых более мелких фирм не находятся акции оказались хорошей защитой от девальвации инфляции это заметили многие местные жители рынок взлетел в двадцатом году когда на него навалились розничные инвесторы но с тех пор этот мини пузырь лопнул акции снова дешево среднее соотношение цены и прибыли для 100 ведущих компаний ирана составляет около пяти исходя из прогнозов местных аналитиков лидеры ирана хвастаются экономикой сопротивления но его стойкость в основном отражает борьбу снизу вверх за элементарное выживание они стратегический выбор сверху вниз экономика состоит из простых людей они приспосабливаются к изменявшимся изменяющимся обстоятельствам как могут и у иранцев теперь есть реальные перспективы лучшие дни для россии вероятно болезненная адаптация только начинается под видео вы найдете ссылки на мои каналы подписывайтесь на youtube а также на другие каналы ru tube zen vk есть до сих пор шансы что youtube в россии будут ограничивать хотя пока этого нет часто говорят благодаря тому что youtube смотрят дети поэтому получается что мы ютюбе прикрываемся детьми оставляйте свои комментарии что вы думаете про перспективы экономики россии ближайшее время подписывайтесь до новых встреч